Питбуль и княгиня присосались к чекушке. В Среднеуральске на личном подворье разыгралась настоящая Санта-Барбара. Такса, потеряв новорожденных щенят, вскормила двух умирающих поросят. Тех на погибель оставила мать-свинья. Дмитрий Изгагин наблюдал за нечеловеческими страстями. Присосаться к чекушке поросятам пришлось не от хорошей жизни. Такса с необычным именем стала для крох приемной мамой. После того, как от них отказалась родная мать-свинья. Она, похоже, посчитала новорожденных безнадежными. Брат и сестра были слишком слабы. Его отсоединили от других, чтобы он не заразил, случайно, всех остальных. И в это время просто-напросто Чика, таксочка наша державная, просто-напросто посмотрела на него. А раз он маленький, видать, чувство сыграло у нее. Новорожденные разбудили у Чики мантеринский инстинкт. Ведь та тоже родила совсем недавно, вот только ее щенки выжить не смогли. Тогда такса решила подарить свою любовь чужим детям и тем самым спасла им жизнь. Если мама отказывается от поросенка, то его, конечно, выкармливают там сосочкой и так далее, но обычно это уже все считается доходягом. И сегодня это вот, ну, сами видели, это поросенок абсолютно здоровый, нормальный, развитый, которого выкармливала собака. Вот такая вот в нашем социальном центре, ну, реально чудо такое вот произошло. А крепшим свинкам дали имена Питболе-княгиня. Теперь молодая мама не только играет и ухаживает за поросятами, но и защищает их как собственных детей. Стоит им только пискнуть. Такса тут, как тут. И хотя молоко Чики уже подходит к концу, она все равно каждый день приходит к своим грудным детям. Она вот приходит к нам, я их выпускаю, она их облизывает, обнюхивает. Им сразу же титьку, они титьку ищут у нее, она ложится, балдеет там от них вообще. Так она это не обижает ничего, у них взаимоотношения хорошие. Необычный союз не удивил разве что ветеринаров. Они и не такое видали. Говорят, поросятам повезло, что они вовремя нашли новую маму. Иначе они могли погибнуть. То, что вот они начали молоко пить, ну, пусть даже собачьи вовремя, наоборот, как бы, наверное, у них это благополучно скажется. Ну, просто вот как раз вот в качестве питательных веществ, может быть, не хватает, без прикорма им будет тяжело. Подкармливать Питбуля и княгиню дополнительно уже начали. Весьма вовремя. Ведь из чекушки они уже высосали все соки. Так что теперь поросят будут приучать к обычному корму, чтобы не подкладывать такси подрастающую свинью. Дмитрий Сгагин, Иван Быков. Главные новости Екатеринбурга.